Привет, Страж! Ну что, четвёртая часть приключений моего нового персонажа в Destiny 1 на твоём экране. И я рад, что тебе нравится наш ламповый сериальчик. В прошлом видео я впервые высадился на Венеру, поговорил с незнакомкой Эгза, которая велела мне уничтожить сердце Чёрного Сада, увиделся с приятной семьёй Сов, убил Гейтлорда и получил координаты ворот Чёрного Сада. Ну а в этой серии я пытаюсь прочитать указатель в марсианском метро. Шуспин-залог-влэндорх. Разглядываю скульптуры вексов, а мимо меня проносится завала. Итак, мы на Марсе. Планета хорошо вам знакома по Destiny 2. Хотя, надо отдать должное, когда она впервые появилась в сиквеле, игроки были приятно удивлены, что мы оказались на новых территориях Красной Планеты. Так что, в отличие от той же Луны, тут повторений совсем никаких вы не увидите. Прежде чем мы отправимся на поиски данных о воротах в Чёрный Сад, призрак делится своими знаниями о Кабал. Не самое приятное описание, конечно, но я думаю, что не совру, если скажу, что схватки с легионами Кабал самые скучные в игре. Они самые неповоротливые, постоянно используют эти свои щиты, а их звуки неприятно откликаются у вас в животе. Но, к счастью, богоподобный саундтрек всё выводит на совершенно другое настроение. Чёрный Сад мы выясняем, что для входа нужно зарядить тот самый глаз Владыки Врат, который нам любезно передал Ульдрен. Для этого отправляемся на следующее задание и пробиваемся через толпы Кабал. Миссия была настолько тяжеловесной, что моя карта захвата ушла в отказ и перестала записывать прохождение. Так что этот потрясающий фрагмент миссии вам придётся посмотреть в Glorious 720 HD. Уничтожив огромного Кабал, хотя, судя по звуку, мы его... смыли. Мы заряжаем глаз Владыки Врат и теперь готовы отправиться ко входу в Чёрный Сад. Но прежде я запускаю один любимый страйк. Просто ради вступления. Хотя дальше вступления меня игра и не пустила вообще-то. Вы же понимаете, что без этого было никак. Страйки в соло проходить в Destiny 1 непростая задача, скажу я вам. Так что я думаю, набрав команду, я вернусь сюда и пройду все старые любимые страйки в отдельном видео. А теперь возвращаемся к воротам и готовимся войти в Чёрный Сад. Таинственное место, к которому вели нас на протяжении всех миссий оригинальной игры. Да, локация просто невероятно красивая и мрачная. Тут, кстати, хорошо видна разница в цветовых фильтрах Destiny и Destiny 2, о которой я говорил. Мы знаем, как сейчас выглядит Чёрный Сад. Он тоже невероятно красивый, но тут прям чувствуется холод. Ты понимаешь, что находишься где-то в недосягаемости света, чего-то тёплого. Ты не чувствуешь себя в безопасности. И выходим на главную смотровую площадку. Узнаваемые локации, не так ли? Спустя 5 лет мы вновь вернемся сюда, к этой горе, во время событий рейда Сад Спасения. Выясним, как много ещё укрывал этот сад. Найдём пирамиды, но... Чёрт возьми, как же тут красиво. Тогда мы мечтали спуститься в эти лабиринты. Пройдя чуть дальше, я взламываю замки к воротам, за которыми находится сердце Тёмного Сада, и вхожу внутрь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Финальное сражение. Кульминация. До сих пор эта битва выбивает у меня мурашки. Так что давайте я оставлю вам ее фрагменты без комментариев. Кульминация. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И все, свет вернулся к страннику. В воздухе летают лепестки цветов и бабочки, добро, любовь, все дела. Спикер зовет нас домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА It's a day for pretty speeches and medals. But we know the real fight takes place out there. Take this. There's so much more, Guardian. I've seen terrible things born out in the darkness. Every moment brings them closer. All ends are beginnings. All ends are beginnings. Our fight is far from over. And we know the truth. There is a place to be done here. The sun is a miracle. That's good. It's a huge thing. It's a huge thing for your dead. You know, there, it's a huge thing. Any more, I'm afraid of тебя. You know, I'm not afraid of death. И да, это всё. Финальная миссия оригинальной Дестани. Мы уничтожили сердце Чёрного Сада и помогли страннику набраться сил. Однако вопросов не стало меньше, не так ли? Как и сказала экзонезнакомка, всё это лишь начало. Дальше нас ждёт долгая дорога в поисках ответов и сражения с самым злобным злом из всех зол. Винтовка The Stranger's Rifle стала первой легендарной пушкой в арсенале моего Варлока. Хотя в оригинальной игре она была кстати синий. Также она имеет экзотический аналог, выглядит она очень футуристично и круто. На легендарном оружии уже есть более-менее рабочие перки, как я погляжу. Так что думаю на какое-то время эта винтовка станет моей основной, увидите её в следующем ролике. В конце концов давайте зайдём к спикеру. Он говорит мне, что странник молчит, но всё равно мне спасибо. И дарит одну синюю шмотку на выбор. Кстати, я не помню говорил ли я, но при перепрохождении наткнулся на любопытную деталь. Образцы породы из города грёз на столе у спикера? Ну смотрите, это же очевидно те самые кристаллы, которыми усеян город пробудившихся. Ух, старый библиотекарь, что ещё ты скрывал? Вообще, как видите, сюжетная линейка оригинальной игры выходит довольно рваной. Странная последовательность действий героев, диалоги, которые не приводят ни к каким ответам и не объясняют мотивацию персонажей. Всё это результат того, как часто менялся сценарий на этапе разработки игры. Если в это углубиться, можно узнать о том, что готовилось просто на самом деле безумное количество вариантов и по сегодняшним меркам некоторые версии развития событий дикие. Например, согласно одному из сценариев, игрок должен был выслеживать похищенную ульем боевую машину Распутина. Да, погоня за ним приводила бы игрока на Венеру, Луну, Землю, Марс, Сатурн и Меркурий. Просто насколько странно это сейчас звучит, не правда ли? Однако, весь этот сумбур не помешал игрокам вроде меня и вас полюбить эту игру. Даже пока я выкладывал ролики из вот этой серии прохождений, я видел в комментариях слова о том, что некоторым игрокам, которые видят Destiny 1 впервые, некоторые детали нравятся больше, чем в сиквеле. И этому я не могу найти объяснение. Кстати, по непонятным мне причинам, когда я проходил Destiny сейчас, многие сюжетные миссии были упущены, мне просто не давали указаний проходить некоторые задания на Венере или Луне, но я думаю, что до них мы тоже доберемся. Наше приключение в Destiny 1 2020 только началось. Впереди у меня прокачка Варлока, десятки квестов, рейды, 4 дополнения и масса крутого лута. Так что, пишите в комментариях о своих впечатлениях и обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы я видел ваш интерес к этой теме и не тянул с новыми видео. До связи!